МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Час новостей на 12-м канале. В студии Любовь Фёдорова и коротко о главном. Шок в зале Судан. В Омске вынесли приговор по делу о пожаре в Новоалександровке, когда без крыши над головой остались почти 40 человек и один местный житель погиб. Почему решение Фемиды удивило потерпевших? Для десантников и бойцов штурма. Буханка круче танка. Это самая незаменимая машина на фронте. Из Омска на фронт отправили спецгруз. Чем уникальны наши буханки и почему за ленточкой их узнают из тысячи? Больше 400 домов в нефтяниках теперь с голубым топливом. В Омске запустили газораспределительную станцию. Какие улицы вошли в проект и где работы начнутся дальше? Тяжелая артиллерия для неотложной помощи маленьким обитателям озер. На водоемы Омской области выехал спецэкипаж. Эпичные кадры операции по спасению рыб. Крупа бессмертия. Он немного терпкий и его сложно с чем-то сравнивать. Новое чудо изобретения омских технологов. Как удалось совместить пользу и вкус, и почему чай из амаранта может вытеснить газировки с рынка. Сегодня суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о массовом пожаре в Новоалександровке, где сгорело 25 домов и погиб человек. Решение буквально шокировало потерпевших. Как следует из материалов, несмотря на штормовое предупреждение, и запрет разведения открытого огня возле местной котельной занимались сварочными работами. И это при том, что в городе был сильный ураган. Даже объявили штормовое предупреждение. А еще в регионе действовал особый противопожарный режим. В итоге от искры загорелась сначала сухая трава, а после и дома. Погибший 65-летний мужчина огонь уничтожил 25 зданий. Без крова остались 37 человек. На скамье подсудимых оказались двое. Начальник котельного цеха Евгений Масленников. Прокуратура настаивала, именно он дал разрешение на сварочные работы. И вот сегодня суд его полностью оправдал. Второй обвиняемый мастер участка Александр Крючков. По версии следствия, он работы проводил. Его суд признал виновным и приговорил к двум годам принудительных работ. Решение не вступило в силу и может быть обжаловано. Отмечу, что компания выплатила потерпевшим 30 миллионов рублей в счет материального и морального ущерба. Ей не почем любые преграды. Так говорят бойцы спецоперации об омских буханках. Сегодня из нашего города за ленточку отправили партию спецгруза для бойцов отрядов штурма. А еще упаковали посылки для десантников. Это уникальное оборудование и машины, без которых не обойтись на фронте. Почему этот гум-груз нуждается в сопровождении, в репортаже Натальи Змаги. Сергей Королев лично клеит на автомобиле буквы «З». Дизайнерские знаки нужны, чтобы отличать в зоне СВО своих. Таких «З» больше ни у кого нет. И по Донбассу, когда водители едут, видят эти «З» уже останавливаются, друг с другом знакомятся, здороваются, потому что знают, что это наши омские. А Нич недавно вернулся из Донецка. Признается, эту технику там уже ждут. На очереди за буханкой подразделение радиоэлектронной борьбы. Это буханка, она круче танка. То есть это самая незаменимая машина на фронте. Полностью все разбираем, проверяем, меняем все детали. То есть мы туда гоним машины уже подготовленные. Второй автомобиль предназначен для штурмовых групп. Очень красивый цвет ваза, такой изумрудно-зеленый. Но самое главное – это надежность и проходимость. По сути, это правнук того самого легендарного ГАЗ-64, который прошел всю Великую Отечественную войну. Две машины в зону СВО передал Драгунский дом-интернат. Социальное учреждение постоянно на связи с волонтерами. Я думаю, что они принесут больше пользы сегодня нашим ребятам. Потому что это и грузопассажирский сегодня УАЗ. То есть там может передвигаться пять человек. И плюс еще дополнительно перевозить сразу грузы, снаряды и так далее. Все, что будет необходимо ребятам. Сегодня эта не единственная отправка в штабе общественной поддержки передает спецгруз для бойцов ВДВ. Что там держат в тайне? В рамках оказания помощи и поддержки нашим ребятам, которые на сегодняшний день отстаивают независимость нашего государства, собрать средства и передать их в помощь в части приобретения специального оборудования. Что именно требуется бойцам, не понаслышке знает председатель законодательного собрания Омской области, руководитель штаба общественной поддержки Александр Артемов. Он и сам ездил в командировку на Донбасс. Вообще же Омское региональное отделение «Единой России» отправляет грузы в зону СВО с первого дня начала гуманитарной миссии. Поддержка важна в спецоборудовании, потому что без этого сейчас современно никак нельзя бояться военным товарищам. У них и уши, и глаза будут в небе дополнительно, помимо того, что будет происходить внизу. В ближайшее время из Омска планируется отправить новую партию гумпомощи. Сбор уже начали. Наталья Змага, Сергей Гаврилов, 12 канал. На строительной площадке детского инфекционного стационара увеличат количество рабочих. Они будут трудиться в две смены. Это позволит ускорить темпы возведения медучреждения и сдать его с опережением графика. Виталий Хаценко и замминистра обороны страны Тимур Иванов проинспектировали ход строительства. Сейчас на площадке задействованы 220 специалистов и 19 единиц техники. В апреле планируется закончить строить стены подвала. К лету выполнить перекрытие нулевого этажа. К концу 2024-го подрядчик должен полностью возвести каркас здания, а после начнутся внутренние работы. Напомню, детский инфекционный стационар на Левобережье – важный объект. Он позволит создать в регионе единую службу оказания помощи детям при инфекционной патологии. Рассчитан на 300 коек. В лечебном корпусе оборудуют реанимацию. Семь – отделений по видам инфекции. По современным стандартам обустроят лабораторию и кафедру детских болезней. В ходе рабочей встречи губернатор обсудил с заместителем министра обороны также вопросы продолжения развития военного госпиталя. Планируется создать новые мощности для реабилитации участников специальной военной операции. На водоем Омской области выехал спецэкипаж. Специалисты развернули настоящую операцию по спасению рыб. Сейчас для этих обитателей важен каждый глоток кислорода. И без помощи человека они просто погибнут. Поэтому озера региона активно насыщают кислородом во имя спасения рыб специалисты вручную бурят сотни лунок и даже запускают тяжелую артиллерию катер. Присоединилась и Анастасия Вишова. Чтобы доступ кислорода был, лишние газы выходили, мы бурим лунки и вставляем таким вот образом камыш. 11 тысяч гектар водных просторов. Озеро Салтаим – одно из крупнейших в Омской области. В нем обитают десятки видов рыб. Сейчас кислорода в воде не хватает. Когда водоемы покрываются льдом, а сверху снегом, солнечные лучи внутрь уже не проникают. А значит у растений заканчивается процесс фотосинтеза. И именно в марте, вот в такое позднее время, они начинают разлагаться и поглощают больше кислорода, чтобы насытить воду воздухом и создаются вот такие лунки. Около этих лунок в воде и собирается рыба. Они помогают им пережить время, пока не растаял лед. Метод работает по принципу трубочки. Даже если вода замерзнет, кислород будет проходить через камыш. А это еще один метод аэрации. Воду циркулирует, в процессе она насыщается кислородом. Создается полынья, которая быстро точно не замерзнет. Мы обнаружили, что здесь наличие кислорода было 2,5 миллиграмма на литр. То есть гибели еще рыбы не было, но подходит к критическому значению. 1,5-2 миллиграмма на литр. Сейчас же с помощью аэратора мы насыщаем. Кислород подняли до 5,45. Определяют участки, где острый дефицит воздуха, не вслепую. Помогает специальный прибор. Таких зон на озере Салтаим уже выявили 12. Такие виды рыб, как карась, они да, могут пережить очень низкий кислород вплоть до нуля. Но это не гарантирует полную выживаемость. Уровень воды в водоемах Омской области в целом по Сибири достаточно низкий. А ледовый покров достигает и метра, и бывает и более. Соответственно, остается небольшой слой воды. А чем меньше не застывшей воды, тем, соответственно, меньше воздуха. Где позволяет глубина водоемов и рельеф дна, запускают катер. Так сделали на озере Ик. Яркий пример стайка Пеледи подошла прямо под катер. Лед здесь вымыт на километр. Еще на таком же расстоянии его толщина стала значительно меньше. На территории Омской области насчитывается более 2000 рек и более 16 тысяч озер. Практически климат Западной Сибири склонен к проявлению заморных явлений. Поэтому проводить надо практически на каждом водоеме. Мы отправили в каждое муниципальное образование руководителю, главе администрации с просьбой провести такие мероприятия. Помогают и рыбаки. Через их лунки в воду также попадает воздух. Работа будет продолжена, пока лед на таких водоемах не пойдет трещинами. Тогда кислород будет поступать в воду естественным путем. Сегодня в Омской области стартовал досрочный период сдачи ЕГЭ. По 22 апреля будет работать единственный пункт проведения экзаменов, который расположен в школе номер 132. Сегодня прошли экзамены по литературе и географии. Первыми участниками досрочного этапа стали два человека. Всего ожидается 30. Это учащиеся из Казахстана, выпускники текущего и прошлых лет, которые по уважительным причинам не смогут принять участие в основном периоде в резервные сроки. Также в досрочном этапе участвуют трое студентов колледжей. Проходит он так же, как и основной, ведется видеонаблюдение, действует запрет на использование телефонов и смарт-часов. Я уже сдавала ее и хочу пересдать, но когда я заканчивала школу, я к ней сильно не готовилась, не рассчитывала. Теперь поняла, что хочу больше в гуманитарную сферу пойти и мне она нужна для перепоступления. Досрочный период проведения ЕГЭ отличается от основного только составом участников. К нам приходят участники, которые по уважительной причине не смогут сдать экзамен в основные сроки. Это либо дети, которые принимают участие во всероссийских соревнованиях, либо те, которые по уважительной причине, допустим, на лечение уходят в основные сроки. Изобретение омских технологов может вытеснить с рынка привычные газировки. Речь о чае, который готовят из крупы бессмертия. Так в народе называют амарант. Фитонапиток справится как с профилактикой разных болезней, так и может даже лечить воспалительные процессы. Да и в целом подарит бодрость. Кроме того, технологам удалось подкрепить пользу прекрасным вкусом. Попробовала и Валентина Шемякина. Этот напиток может положительно сказаться на уровне холестерина и сахара в крови, и даже артериальном давлении. На смену газировкам и химическим сокам пришли не только вкусные, но и полезные чаи. В основе чудо-напитка амарант. Цветочное растение содержит в себе около 18 полезных элементов и кислот. В этом симпатичном соцветии кальций, железо, серотонин, а еще клетчатка. Это те ингредиенты и соединения, которые не синтезируются у нас в организме. То, что мы должны получать из вне. Не просто продукт, который восполняет жажду, но это продукт, который стимулирует иммунную систему, который направлен четко на те проблемы, которые есть в организме. Семена амаранта давно прозвали крупой бессмертия. Вот только в Сибири трава широкого распространения не получила. Мы больше наслышаны о полезных свойствах иван-чая. Технологи предполагают, что это произошло из-за специфического вкуса амаранта. Лично мне по вкусу чай напоминает необычное сочетание крокодей и календулы. Он немного терпкий и его сложно с чем-то сравнивать. Студентам Омского политеха удалось адаптировать настой к нашим предпочтениям. На столе три вида ферментированного амаранта. Один горький, второй безвкусный, а вот третий красный напоминает привычный нам крокодей. И к тому же по составу у него не было никаких посторонних примесей. Продукт должен быть не только вкусным и полезным, но и удобным в употреблении. Эти небольшие бутылки комфортно брать с собой. Да и часами настаивать напиток тоже не придется. Люди все чаще берут с собой в дорогу напитки, берут с собой напитки на работу. И поэтому очень удобно держать с собой в сумочке небольшую бутылку с напитком, чтобы можно было удалить жажду. Сейчас идет одно из главнейших финальных тестирований на срок годности. Если все пройдет удачно, чай перельют в пластиковой бутылке. А уже после чудо-напиток может появиться на прилавках омских магазинов. Валентина Шмякина, Виктор Осинцев, 12 канал. И вот какие материалы готовят мои коллеги к итоговому выпуску. Оставайтесь с нами. На снежном ковре готовятся дать жесткий отпор огню. Пожарный сезон будет опасным, делают прогнозы эксперты. Как в регионе готовятся к горячему времени из самой дальней точки Омской области Ангелина Рунова. Ничего святого! В сообщении сказано, с вас будет удержан налог на нужды специальной военной операции. Новый способ мошенничества злоумышленники наживаются на спецоперации. Разобралась в законах, налогах и добровольческих взносах Валентина Шмякина. Узнаем, как отличить обманку от подлинных документов. Отправляем дронов за ленточку, а роботов в школьные классы. Учителя из Стаханова перенимают у амичей навык интерактивного преподавания. Чтобы действительно стать учителем настоящего, будущего, скоро подтянемся к вашему уровню. Чем это интересно Омской области и почему опыт патриотического воспитания Стаханова сегодня бесценный для России? В Омске запустили новую газораспределительную станцию. Она позволит провести голубое топливо дополнительно в 430 домов в городке нефтяников. Это улицы 20-го партсъезда, энергетиков, строителей, 50 лет профсоюзов и другие. От владельцев уже поступили первые заявки на подключение. Некоторым даже начали устанавливать необходимое оборудование. Работу специалисты проводят в рамках догазификации по поручению президента. Голубое топливо подводят к границам земельного участка бесплатно. Жителям остается лишь оплатить работы внутри участка и приобрести газовое оборудование. Работают и льготные программы. Всего 29 категорий. Семьям бойцов СВО, многодетным и амичам с инвалидностью компенсируют затраты из областного бюджета. Вообще же планы масштабные. До 2026 года газ появится в полусотне сел и деревень в 10 районах области. Амичи за 5 часов раскупили все билеты на матч «Авангарда» и «Локомотива». Игра состоится в это воскресенье на G-Drive-арене. В первые минуты после открытия продаж болельщики обвалили сайт. Сейчас его восстановили, но билеты закончились. Купить их уже нельзя. Ну а сегодня «Авангард» вновь встретится с ярославским «Локомотивом». Четвертая игра четвертьфинала плей-офф пройдет на арене соперников. Сейчас счет серии 2-1 в пользу железнодорожников. Шанс отыграться для ястребов еще есть. Прошедший матч стал первым после отставки Михаила Кравца. Исполняющим обязанности главного тренера стал Сергей Звягин. До этого он был тренером вратарей. И первая игра под его руководством стала удачной. «Авангард» выиграл. По словам хоккейных экспертов, третье поражение подряд стало бы для ястребов приговором. Поэтому новый наставник обравдал ожидания болельщиков. Итак, сегодня прямая трансляция матча в 22.30 на 12 канале. Не просто спорт. В Омске прошел первый турнир по футболу на электроколясках. Соревнования собрало шесть команд, в том числе и из соседнего Новосибирска. Спортсмены отмечают это не просто спорт, но и настоящая реабилитация. Как прошли соревнования для омичей в материале нашего спортивного обозревателя Алексея Адарьева. Сила духа и стремление к победе у этих людей никаких границ не признают. Футбол на электроколясках – вид спорта не из легких. По словам ребят, поиграешь, словно марафон пробежал. Напрягается все тело. Тут и думать надо постоянно, как забрать у соперника мяч, как забить гол и при этом удержаться в коляске. Футболисты стараются не расплескать эмоции. Все переживания внутри, но внешнее спокойствие обманчиво. Вы правы, что все у участников внутри. Достаточно непростая дисциплина. Ребята только учатся. Мы только в начале пути. Мы только-только отплыли от берега. Поэтому у них все впереди. Этот спорт – и реабилитация, и социализация. Поездки в другие города, общение, новые друзья. По словам футболистов, когда играешь, начинаешь чувствовать себя не просто человеком, который сидит в коляске, а здоровым. С нетерпением ждешь следующего турнира, чтобы поиграть. Это для нас очень важно. И это не времяпрепровождение, я бы сказал. Это все-таки все равно спортивный интерес. Это эмоциональный вид спорта? Очень эмоциональный. Первый раз играю в этот вид спорта – футбол. Тут прям как в натуральном футболе. С трибун кричат «давай-давай», выделяется адреналин. Футбол на электроколясках в рамках этого турнира играют шесть команд. Конкуренцию омским дружинам составил коллектив из Новосибирской области. Российский футбольный союз предоставил участникам восемь специализированных колясок. Только в начале марта они поступили в Омск. Наши земляки не новички в этом спорте. В сентябре прошлого года омская команда «Ред Стар» выиграла всероссийский этап соревнований «Стальная воля». Это больше, чем спорт. Это уже как жизнь, где ребята могут себя реализовать, что очень важно. А в целом в игре это как классический футбол практически, плюс-минус. Есть определенная специфика, конечно. Этот турнир станет своеобразной подготовкой для команды «Ред Старк» к участию в Кубке России, который пройдет 6 июня в Нижнем Тагиле. Омская команда уже отобралась туда, как одна из лучших в России. Алексей Дарьев, Ирина Ивахова, 12 канал. И последнее необычное объявление появилось в социальных сетях. В Омске ищут домашнего голубя, одетого в комбинезон. Известно, что птица пропала после тренировочного полета в районе улиц Дмитриева и Крупской. И уже три дня не возвращается домой. Откликается на имя Себас, понимает команду «Ко мне» и жест похлопывания по руке. По словам хозяина голубя, 5 лет. Особые приметы – красное кольцо на левой лапе и белое на правой. Был одет в комбинезон, но мог уже его и снять. Далее прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. И о погоде завтра, 23 марта. В Омске переменная облачность без осадков. В ночное время – минус 6, минус 8. Дневная температура до 4 градусов ниже нуля. В районах облачно возможны осадки. Ночью – минус 1,2, днем – ноль. Ветер юго-западный – 3 метра в секунду. Атмосферное давление – 752 миллиметра ртутного столба. Таковы новости. Итоги дня подведем в 19.30. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова